На данном этапе будем собирать держатель для нашего шпинделя. Есть у нас вот такая вот площадка, нам ее нужно закрепить на трубы наши, чтобы получилось вот таким вот образом. Длину трубы я взял произвольно, 20 см, если что у меня есть запас, которым можно это дело увеличить, что мне кажется и придется сделать. Так, теперь нам надо разметить наши отверстия. Разметить отверстие нужен тонкий карандаш. Так, на данном этапе скорее всего понятно какой длины все же нужно будет взять вот эту трубу для оси Z. Поэтому нужно собрать сначала само пересечение оси Z. Собираем. Это отваживаем в сторонку. Собираем. И так. Данные пластмассовые штучки нам нужны для того, чтобы изнутри из трубы вставить и можно было прикрутить болтики пальцем, чтобы не ловить их там. Поэтому сюда мы вставим в дальнейшем гаечки М6. И все вот это прикрутим. Отлаживаем их пока. Собираем нашу ось. И так. Пока оставляем вот эти две детали. Берем наши болты М30 и на данном этапе сюда прикручиваем 4 подшипника. Наши подшипники берем. Раз. Гравер. Гайка. Это прорези. В который облик не крутился. Главное ОК. Видимо. Здесь у нас имеются вот такие прорези, которые болт для того чтобы он не крутился теперь это все зажимаем и вторую точно такую же собираем и так части наши эти готовы и на данном этапе мы откладываем берем наши вот такие вот две части и тоже собираем их ставим подшипники по 4 штуки только не сюда а вот сюда так вот раз сюда приливаем гравер нашу гайку это все зажимаем то же самое на двух частях собираем и так после того как собрали две наши таких детали берем два болта м8 на 40 и в нижней части вставляем опять по подшипнику сюда и зажимаем делаем итак берем теперь наши две заранее подготовленные гер и низ болт м8 на 130 у меня на 130 не было поэтому этот на 140 вставляем его сверху желательно подложим шайбочку вот сюда в отверстие переворачиваем и сюда вставляем вот такую распечатанную пломбочку так затем берем боковину есть вот такие выемки отметина и и и и и и вставляем и причем вторая часть должна зайти в паз далее берем вторую расположим ее зеркально и опять же сюда нанизываем вот здесь опять же смотрим чтобы настало в паз вторая прокладка и это все сверху нижней частью далее шайба и гайка все это крепко в итоге у нас получилась вот такая конструкция она ведь страшная но суть ее в том что сюда будут вставляться наши трубы и она по ним будет ездить и сюда у нас идет таким образом перекрестие это будет ось Z теперь зажимаем этот болт наш ручек на 13 так только опять же небольшой косяк о чем я забыл вот здесь расстояние 1 и здесь 2 сюда надо вставить подшипники поэтому опять разбираем не забываем про вставку подшипника и собираем смыть и и и делаем о вставка и и вставка и и и и Вставим мы сюда, наверное, лучший драйвер. Сильно мы не будем зажимать, так как у нас тут надо еще будет оцентровать отверстие и все это зажать между собой. Берем болт М8 на 65, если не изменяет память, опять же его вставляем вот сюда, так, отверстие надо будет рассверлить на М8, все четыре, ну ладно, вставляем сюда болт, подшипник, зажимаем и такую процедуру 1, 2, 3, 4, выполняем. Итак, у нас имеется вот такая вот часть Z, теперь мы сможем померить, какой длины нам нужна вот эта вот труба, зажима. Если ее ставим, то мы уже заранее видим, что нам как минимум надо еще вот такая часть и плюс, чтобы это все еще вверх не съездило. Поэтому я предполагаю, что нам нужно две с половиной длины вот таких вот площадок. нарезаем новое. Длина 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Продолжение следует...